Республиканская газета С вопросами промышленности, транспорта И другими экономическими проблемами Сидя в кабинете ничего не напишешь То есть журналист должен быть где-то на объекте Общаться с людьми И только потом что-то возникало Нам не разрешали иметь машинки печатанные Так как каждая печатная машинка Это был объект и госбезопасности Потому что на печатной машинке Можно было напечатать и разные прокламации И потому мы писали рукой И все начали отдел машиниста Который мы называли кузница Дятлов Там были машинистки, которые я говорил Но я хочу еще пару слов сказать об этой площадке Эта площадка тем интересна, что мы здесь играли бадмингтон Разметка была полностью сделана И мы каждый день в обедный перерыв Тут целый час играли Играли очень азартно Почти все мужчины, женщины не приходили играть Игроков было, наверное, каких-то 20 Почти вся редакция Кроме начальства все выходили И тут мы два против два играли до пота Но в то время все вроде бы говорили, что надо воевать с пьянством Но несмотря на то, журналисты выпивали И при том выпали, можно сказать, полуоткрыто И мне помнится такой случай, когда мы были в кабинете Сидели в четырем Выпивали Заходят Слышим голос редактора Лоренчукаса Который идет и по-русски говорит Что вот тут отдел промышленности И он открывает дверь Заходит, видит, что мы сидим Бутылка на столе Как надо Селезка порезанная Все как надо И это он видит и говорит Тут никого нет И уходят И уводят И уводят этих гостей куда-то дальше На следующий день, когда уже была летучка Мы шли и думали Ну, сейчас получим Самое интересное Не сказал ни слова И до сих пор Уже он умер Не сказал ни слова Об этом Так что он в наших глазах стал Хорошим человеком Ну, могу еще такое Рассказать про одного своего коллегу Он очень умно делал Он Ложил лист Лист бумаги на стол Написал одно слово Название этого статьи Ручку уложил на этот белый лист Оставлял пинжак Повешенный на она И сам выходил выпивать И он сообщался вечером Где он? А вот тут рядом Даже пинжак бесит его Два пинжака имел Один только для этого случая Добро пожаловать в бывшую редакцию «Правда» Мы открылись в очень хороший момент для туризма 19-й год, когда все росло И тогда пришла пандемия Что это нам дало? То, что мы имели время подумать Что мы делали плохо, что мы делали хорошо И просто вернуться обратно в работу с новой энергией И сейчас вам покажу комнату Которую мы адаптировали Чтоб не потерять историческое здание И чтоб гости были довольны И вот это зеркало Мы ее нашли в одном из кабинетов Огромные, огромные, тяжелые Вещи, которую мы не представляем Как она там появилась Когда она там появилась Потому что через лестницу, к которой мы сейчас пойдем Ее просто невозможно было вынести Двери, которые сделаны по копии бывших старых дверей Ворота наши во двор И эта лестница, к которой мы пойдем Вот эти ступени, они оригинальные Послевоенные Большинство из них было просто вывезено Реставрировано и вернуто назад Обратно, так что Идем по историческим ступенькам Какие были трудности с лифтом? Здесь, конечно, лифта не было раньше И место на лифт тоже не предусмотрено было Но нам как-то повезло это сделать А скажите, коридоры, они тоже исторические вот такие были? Да, коридоры, потому у нас и узкие они Потому, как я говорил Мы адаптировали здание к отелю, а не отель к зданию Вот идем в комнате, тоже это увидим Пол Да Он тоже исторический Вот, грубо говоря, по нему могли ходить Сотрудники газеты Теса Все возможно Потому что по историческим фотографиям Которые мы видели, которые мы имеем Полы были Вот именно такой формы Ёлка Натуральный паркет в форме ёлки Так все возможно Это А какая-то Это натуральный дуб Натуральный дуб Да А вот в советские времена тоже Вот такие окна в крыше у них были? Нет, конечно Нет Окна тоже Это отдельная история Мы тоже Не могли их сделать побольше Но нам не разрешили просто Историческое здание Мы должны были адаптировать Все для этого Как должно По законам Люди, которые Возможно Когда-то здесь работали Они Заходят к вам в гостиницу Посмотреть? Да, конечно Знаете, даже Первый год Как мы открылись Почти каждую неделю Мы Кто-нибудь заходил Потому что здесь Очень много людей работало Как и Тесос Паустове Так и позднейшие Редакции здесь Были и просто люди Приходят посмотреть На свою историю На свою юность А они приходят Посмотреть внутрь А мы можем Из отеля Через окна Через басню нашу Посмотреть на историю Вильния И любоваться И нём каждый день Мы видим Начало истории Продолжение И я думаю Может и будущее Вильния создать Продолжение следует...